всем привет с вами снова говорящие руки я как оказалось не снимала видео уже целый месяц сама в шоке но месяц выдался наверное сложным все мои эти работы которые меня занимают сейчас большую часть моего времени плюс еще школа с уроками который большая часть берем не андрюш занимают вот а я стала уже воспитателем поздравьте меня вот и по основной работе у меня просто большой большой завал с которым я сижу по вечерам каждый день теперь по дням по ночам слава богу я сплю я надеюсь что уже я хотя бы половину работы сделала и до нового года уже сделаю все остальное ладно о чем это я о жизни а я пришла к вам с вышивкой со своей до показывать вот такая маленькая малюсенькая я бы сказала стопка моих текущих процессов ни одного финиша у меня не было за этот месяц получается да вот такая вот история что вышиваю я в основном сейчас вот как вы видите вот эту вот замечательную голову дракона а еще я приболел тут немножко да так что если услышите хлюпанье какие-то то и прошу прощения вот но дракон у меня растет не зря как бы я трачу на него время по утрам вот у него уже как видите полностью закончена голова полностью есть крыло вот это полностью вот до этих пор закончено его туловище не совсем не совсем полностью закончена вот наверное вот в этой лапе еще что-то осталось а в этой лапе по моему уже даже все закончено вот ну еще соответственно нужно продолжать вот тут вот его туловище переходящие в хвост который будет заканчиваться здесь ну и вот это большое крыло но я очень стремлюсь к новому году его завершить на самом деле это не так уж принципиально там во всякие эти зодиаки и все такое прочее не особо сказать верю но хочется завершить эту работу концу года просто потому что это будет дополнительный финиш и это будет ура ура и финиш такой не маленький я помню что жар птицу которую я тоже вышивала по напечатанной схеме от риоли с которой я вышивала и очень долго и там очень много ошибалась я очень много ее забрасывала потом снова к ней возвращалась с этой работой все не так я ее не забрасываю я здесь не ошибаюсь как ни странно по-моему я еще не ошиблась тут ни в одном крестики насколько я помню да это очень для меня удивительно крестики тут такие я уже говорил толкающиеся довольно потому что здесь вышивается в три нити хотя когда смотришь общим планом на нее выглядит это очень хорошо канва не светит цвета такие насыщенные яркие и если бы вышивалась в две нити возможно эффект был бы таким более полупрозрачным в три нити но только что сама я вижу что крестики кривоваты но если он будет висеть у меня на стене то я думаю что меня эти крестики волновать не будут и никто вообще уже не заметит ничего и не вспомнит и видео мои те кто ко мне домой попадают видео мои обычно не смотрят это видео мои тоже не смотришь ты присутствуешь на съемках а еще тут будет немного бэкстича да ну ладно с бэкстичем я надеюсь справимся а я забыла сказать сегодня у нас уже 10 декабря так что у меня осталось ровно три недели на завершение этого чудесного причудесного дракона у нас до 31 декабря осталось 21 день сегодня воскресенье так что вот с этим процессом отчиталось дальше у меня от соды стич вот такой вот процесс с маленьким принцем не знаю зачем но по сюжету соды стич не знаю зачем я его вообще начала вот начала я его в рамках совместника по космосу так как тут есть планетки звездочки все такое в общем таком этапе в прошлый раз единственного не было желтого цвета то есть вот этих вот запчастей не было так все было то же самое на прошлом видео на самом деле очень такая странная история что я когда взяла наконец опять в руки этот процесс и вышел как раз вот эти вот желтые части тут мне позвонил папа сказал что попал в аварию и в общем ну все у папы хорошо машину сейчас почти уже отремонтировали там страховая все взяла на себя как бы ну так как это и не папина вина была в общем-то в аварии но как-то резко я его тогда отложила этот процесс и и так его и что-то в руки больше не взяла вот надо продолжить но я не не думаю что я его к новому году закончу потому что здесь довольно таки все равно еще много и целого маленького принца вышивать его самолет овечку деревья все остальное по мелочи но цель у меня да нет такую вот самолет как не было а ну это потому что антон этот экзюпери он был летчиком на самом деле военным и поэтому я думаю это отсылка именно к этому момент вот как то так ну в общем вышивать то довольно много ну я говорю цели у меня нету такой закончить прям к новому году будет настроение закончим настроение это не время время это не настроение поэтому времени мне никто не отсыпет кусок большой вот но этот процесс у меня бесконечный судя по всему будет лет на 5 наверное растянется если я его буду вышивать только осенью вот потому что на данный момент это вот так и я его уже две недели не беру по пятницам в работу совсем беру дракона вот ну в общем наверное следующем видео я уже этот процесс даже показывать не буду потому что скорее всего я его отложу либо до следующей осени либо до лета в общем пока братья его больше скорее всего не буду процесс прекрасный результат должен быть потрясающий вышивается легко нитки красивые все здесь хорошо ну как всегда за исключением того что у меня нет на него времени дальше от золотого вруно моя есть и аисты не на крыше потому что крыши здесь в принципе как бы нету чумоиста на крыше но они же не на крыше они же на дереве гнездо же свели себе он даже называется аисты на крыше гнездо на крыше находится она не может находиться на крыше она на дереве находится это дерево чтобы вы понимали это это дерево растет с крыши не может такого быть ну в общем ладно споры месте положения вышивка российская картина возможно белорусская потому что аистов очень много водится в беларуси вот на таком этапе пока я его тоже откладываю до того момента но я сейчас покажу что я сейчас беру к родителям по выходным ну в принципе вы видите что гнездо я закончила ну вот в этой части где у меня были раньше пяльцы потом пяльцы я перенесла сюда здесь я тоже активно продвигала это самое гнездо всех трех маленьких то есть от я тоже крестики все закончила по поводу бэкстича я не помню нет на нем на них вообще нет по моему бэкстича смотрите здесь есть знаковое обозначение а вот контур в две нити да тут 4 будет каких-то бэкстичи на нет а ну это в гнезде будет пакстич только даже войска нету здесь да как солома торчит в общем пока откладываю но когда закончила тут к новому году готовится то я его скорее всего опять возьму и буду продолжать вышивать его у родителей процесс да мне очень нравится получается классно как сказала маша тут можно найти любой цвет которым бы хотелось повышевать и черный и серый и коричневый и розовый и салатовый голубой бежевый вообще палитра еще я в ноябре решила вдруг что мне нужно осенняя фея я ее взяла вышла ей голову и все ну как видите да и это все ну как бы меня опять же никто не подгоняет сроков мне никто никаких не ставит поэтому как настроение появится вообще надо было брать зиму конечно фея но я почему-то решила что ноябрь знать что осень значит осенью я знал что теперь я родителям выходным берут этот процесс так как драконы новый год и все такое и это более такая новогодняя игрушка скажем так я его хочу повесить на елку в этом году тут вот он сидит дракончик как раз на елочных игрушках надеюсь ему не больно что-то они вы могут же побиться ладно это же это же картинка это же не настоящая на таком вот этапе я это вот этот дракончик у него вот как видите уже крыло практически вот это вот оформилась тут вот еще нужно будет кусочек второго крыла вот вниз тут эти игрушки понятно почти чем будет все обводиться сегодня едем к родителям опять так что сегодня опять буду его вышивать продолжать это я вышила за субботу я почти не вышивала это за можно сказать за один день за два выходных на в субботу я вышивала очень мало вот сегодня вчера мы не ездили потому что тут приболели на улице морозьяка вот а сегодня тоже 20 но наверное поедем так дальше хотел показать вам свои покупки на вайлдберрис я заказала 150 цветов таких вот ниток это я уже вытаскивала чтобы фотку сделать для одного совместника так примерно по цветам выбрала вообще очень классно смотрится такая упаковка не так у меня так не так дома много но я не могла устоять перед этим предложением здесь 150 моточков в общей сложности там 600 с копейками рублей было соответственно 4 рубля с небольшим там как то так а нет 500 чем-то почти 600 рублей короче по 4 рубля моток и плюс к этому они еще прислали такие вот пяльцы в подарок миленькие маленькие можно вышить какой-нибудь что финтифлюшку и повесить на стену куда все меня понесло если нужно оставлю ссылку на эти нитки в описании к видео это вайлдберрис принципе по моему цена там сейчас сильно не поднялась на них нитки такие хорошие не сказать что блестящие не сказать что прям уж совсем такие матовые но в меру они мягенькие такие вообще блестящие мне нравится я уже подобными вышивала они такие пухленькие немножко когда вышиваешь имя не не сказать что очень гладкие но тем не менее какие-то там авторские схемы или какие-то совместники в которых я не сильно заморачиваюсь по прям совпадению ниток по палитре дмс она вот еще я не удержалась и наверное это была черная пятница на вайлдберрис я заказала себе вот такой замечательный осенний набор окошко такое вот от мп студия я не знаю ничего не закатываю когда я буду вышивать возможно и вообще никогда не буду вышивать и продам когда-нибудь подарю кому-нибудь выкинула или еще куда-нибудь я ну не знаю я что я буду делать мне просто понравился просто купила все нет здесь не видно я его не открывала но могу сделать это сейчас вот такие вот тут нитки на такие осенние цвета в принципе в принципе все здесь прекрасно компа студии у меня особо нет претензий за исключением наверное черно-белой схемы а нет она даже не черно-белая поздравьте она вам какая цвета она цветная я буду вышивать значит его не через 10 лет вот еще вот такого морячок чайка морячок не смогла пройти мимо он меня покорил я люблю морские сюжеты море не скажу что я люблю чаек но это чайка просто как там показывает а вот так попала ко мне в сердце вот не смогла я пройти мимо но здесь черно-белая схема поздравьте меня я буду вышивать по черно-белой схеме и возможно я его начну не знаю я буду строить планы и не буду на следующий год но я бы хотела его в следующем году вышить я не думаю что он очень сложный 16 на 20 сантиметров за год то можно вышить один сюжет правда и вот такой набор я подарила андрюша это конечно же не вышивка но любую не вышивку которая выкладывается как вышивка что превратить вышивку я покупала этот набор с дальними задумками я хочу вышить потом на пластиковой конве все это зачем она мне я не знаю потому что мы будем выкладывать это все мозаикой давай пододвигай мозаику ну дайте пожалуйста вот мы уже это вот андрюш выкладывал я ему чуть-чуть тут помогала а это я аймсори аймсори это я вчера шляпу распределительницу выложила ну скажите легко же будет это превратить все в пластиковые крестики смирите как плести ой но в крестики на пластиковые конве вы поняли в пластиковые крестики вот ну классно же смирить как плести то вообще и мы еще сновил все у меня давно не разговаривала видим мы ее сейчас на елку и их вешаем эти игрушки и там гирлянда и это все вот так вот опс переливается хватит дергать что лежу все время дергает вы не знаете вот да и надо только выложить все остальные вот эти там еще есть другой набор но там там кто там как раз это мини минерва маконагал кто-то там еще ну в общем там не было главных героев вот там непосредственно и здесь бы я вот это вот вот этого чувачка бы заменил конечно могу ногам не люблю я этого волан-деморта очень получается такая красота я уже очень долго показываю вам это это все и если нужно я тоже оставлю в описании ссылку но сейчас этот набор уже подорожал но я не виновата да это файл пересета новый год это 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 все с этим связано вот на этом прекрасном моменте считая свое видео полностью снятым отчиталась перед вами за все сюжеты которые у меня были в работе всем спасибо за просмотр отличного настроения хорошая погода вот у нас сегодня солнце но морозно но вам тоже солнышко или снега чего больше хотите и побольше времени на ваше любимое занятие всем спасибо подписывайтесь ставьте лайки всем пока пока